Каждый день здесь собирается около 70 человек, чтобы отправиться из Владивостока на остров Попова. Все лето их перевозил катамаран Москва. Сейчас это делает Босфор Восточный. Единственный в своем роде паром на весь Приморский край. Других зимних судов ледового класса у нас просто нет, да и не требуется. Этот полностью справляется с пассажиропотоком и рубит лед толщиной до одного метра. Сильнее морской путь до острова Попова, как правило, у нас не замерзает. В пятницу бывает вывозим больше сотни, а вот какой-то праздник будет, да, там и за 150, и за 170 человек вывозим постоянно. Потому что люди знают, что он зимой, в любое время, так сказать, он ушел и обратно придет без всяких вопросов. Лед ему не помеха. Готово ли судно к работе, еще в доке проверяют механики. С весны до ноября Босфор Восточный проходит плановый осмотр. Для парома с 40-летним стажем такая процедура обязательно. Но в этом году серьезного ремонта не было. Все сделали еще год назад. Тело судна зачистили и покрасили. Заменили насосы, перебрали механизмы, поставили новые запчасти. Это телеграф машину. Увеличиваем, уменьшаем ход. Это вот все приборы, по которым мы ходим, которые помогают нам. Ориентация в движении, местонахождение, связь. Больших денег паром городу не приносит. Билет в одну сторону стоит 54 рубля. Весь экипаж называет этот транспорт нерентабельным. Тем не менее, муниципалитет все-таки выкупил Босфор Восточный у одной из коммерческих структур. Остров Попова второй по заселенности вблизи Владивостока. Но добраться до него можно только морским путем. Либо на пароме крайний вариант – вплавь. Поэтому этот паром – единственная надежда островитян добраться до Большой Земли. Валерия Белоус, Вячеслав Петров. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова